Привет! С вами 32-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Алексей Симоненко из «Штемель Академии». Вадим Макеев из «Опера». И сегодня у нас в гостях Аня Селезнева из «Злых марсиан». Привет, Аня! Привет всем! Мы немножко поговорим про события и напомним вам, что 17 сентября есть «Харьков ЦСС». Такая конференция про ЦСС. Очень редкий зверь на наших просторах, поэтому если вы где-то поблизости или вам интересно, то приезжайте, конечно, обязательно. И 17 сентября стартует Front Talks. Конференция будет идти два дня. Мы с Лешей там оба будем. Я там буду рассказывать про Internet of Things, Bluetooth и все такое. Покажу летающих роботов. Это вот ближайшее, что интересного происходит в сентябре. А уже 1 октября пройдет ВСД в Питере. В октябре в Питере еще не холодно, еще не отпилены дождя, хотя ничего обещать не могу. Так что, если вы поблизости, тоже приезжайте. Нам прислали кучу заявок на ВСД в Питере. Я вот сейчас закончу запись подкаста, буду созваниваться с докладчиками и готовить программу. И, скорее всего, 5 сентября в понедельник мы откроем регистрацию и покажем первые доклады. Ну и ВСД в Минске 29 октября. Осталось пара месяцев, но мы уже собираем заявки. Скоро тоже откроем регистрацию. Публика в Минске благодарная, набивает залы нам здорово. А вот докладчиков, докладчиков мы ищем. Так что не стесняйтесь, присылайте ваши идеи. Форма у нас на сайте. Ну и мы сегодня позвали Аню. Ну мы-то все Аню давно знаем, а может быть кто-то из вас нет. Так что, Аня, расскажи немножко о себе. Я сейчас живу в Минске и, в общем-то, я родом из Белоруссии. Но так получилось, что я попутешествовала немножко по близлежащим странам. Какое-то время я жила в Киеве, какое-то время в Москве. Изначально я занималась тем, что сейчас принято назвать бэкэнд-разработкой. Но уже будучи в Киеве, побывала на мероприятии, на мастер-классе Юра Артюха, которого, наверное, вы знаете под псевдонимом Акелла. И там, в общем, я увлеклась фронт-энд-разработкой, познакомилась также с Антоном, немцем. И начала посещать мероприятия. Первые веб-стандарты я посетила в Киеве. И мне очень понравилось. Я познакомилась с ребятами из украинского сообщества, потом, будучи в Москве, уже с российским сообществом. И сейчас я живу в Минске. У нас тоже очень такое обширное фронт-энд-сообщество. Много разных метапов организуется. По поводу того, где я работала. Да, в Киеве я начала работать удаленно на Creative People. И мы с ними сделали очень много отличных проектов, которые завоёвывали награды на разных конкурсах. Переехала я в Москву как раз к ребятам работать в офисе. И благодаря Вадиму, кстати, я впервые в Москве выступила с докладом на конференции совместно Яндекс и Веб-стандарты. И, в общем, так началась моя карьера как спикера. Расскажи немножко про мероприятия в Минске. Что интересного происходит? Потому что Минск — одно из самых активных городов, из которых я знаю русскоязычных. Где происходят три сообщества, какие-то там паб-квизы, ещё что-то такое. Кто все эти люди и как это всё происходит? Да, в Минске сейчас три активных сообщества. Rolling Scopes. Ребята, кстати, активничают не только в Минске, но и по Белоруссии. Они ездят в Гомель, в Брест. Сейчас они уже поехали даже за пределы Белоруссии с митапами. Также сообщество WebNotbombs, у истоков которого стоит Илья Пухальский. Под крылом WebNotbombs ещё организовали GirlsNotbombs. Это митапы, в которых спикерами являются исключительно девушки. Ну, таким образом мы пытаемся привлекать девушек к тому, чтобы они не боялись выступать с докладами, становиться спикерами. И, в общем-то, есть уже полезный опыт. И многие девушки выходят за пределы митапов и выступают на конференциях. И также сообщество ForFront, у которого обычно самая большая аудитория. И там ребята стараются поднимать очень разные темы. И JavaScript, и CSS, и HTML, и какие-то ещё интересные вещи. И да, у нас очень большое тесное фронт-энд сообщество. Кстати, я думаю, неудивительно, что первые веб-стандарты состоялись именно в Минске. Мы пытаемся проводить, да, не только митапы, но и поп-квизы. Прошло у нас уже два поп-квиза под названием Front End League. Конечно, немножко сложновато искать вопросы исключительно на тему фронт-энда. Но я думаю, мы с ребятами постараемся и осенью организуем ещё и третью игру. Аня, а можешь рассказать немножко подробнее про вот эту вот игру? Потому что я её где-то в интернете встречал, но толком не было времени разобраться. Это вообще что за игра? Как она проходит? На игру регистрируются несколько команд. Обычно идёт ограничение по количеству участников, например, шесть человек. Количество команд, в общем-то, ограничивается только возможностями заведения, где будет проходить игра. Объявляется несколько туров. У каждого тура какая-либо тематика. Например, это тур картинки или тур интересные факты. Или, например, у нас тур был true-false, то есть ответ на вопрос один из двух, то есть правда или ложь. В каждом туре несколько вопросов. Объявляется вопрос и в течение определённого времени, ну, например, минуты, команды должны подумать, написать ответ на листочке. В конце тура сдаётся бланк с ответами на все вопросы, подсчитываются результаты, победитель получает какой-нибудь сувенир, например, майку. А расскажи немножко про Марсиан. Как ты там оказалась, чем ты там примерно занимаешься? И ты на них удалённо работаешь, прям сидя из дома, да? У них, по-моему, распределённая команда, одна из немногих. Да, у Марсиан распределённая команда, и сотрудники находятся в разных уголках земного шара. На сайте Марсиан есть карта, на которой можно посмотреть, в общем-то, географию сотрудников. Я услышала о Марсианах несколько лет назад на 404-фест. Мы познакомились с Андреем Ситником, и он рассказал о Марсианах. Но тогда я чувствовала, что ещё не готова. Потом, спустя какое-то время, когда я уже глубоко погрузилась во фронт-энд, мне стало интересно пойти дальше, и это был для меня в некотором роде вызов. Я увлеклась реактом и решила попробовать свои силы уже в более сильной, с точки зрения фронт-энда, команде. И попала к Марсианам. Удивительно было для меня, но я прошла все круги и собеседования, и тестовые задания, и испытательный срок. И сейчас я занимаюсь больше именно разработкой Single-Page Application на React. Хотя и верстка тоже никуда не делась. У нас фронт-энд-разработчики занимаются не только JavaScript, но и версткой, и где-то даже дизайном. Где-то приходится лезть в бэкэнд, не соскучишься. Ну окей, да, Марсиане веселые ребята, по крайней мере, много всего интересного у них происходит в Open Source, и проект хороший. Я вот сам новости веб-стандартов по разным соцсетям пощу амплиферам, которые, в общем-то, разрабатывают Марсиане. Так что спасибо и привет коллегам. На следующей неделе Apple собирается анонсировать что-то 7 сентября. И, конечно, все ждут там iPhone и MacBook и так далее, но глубоко в сердце, я думаю, все фронт-энд-разработчики ждут еще и обновленный Safari. Потому что ребята так вкусно начали этот год с Safari Technical Preview и всякими штуками, которые они там новые внедрили в Safari. Что хочется, наконец-то, уже чтобы это все стало стабильным. И еще такой открыт вопрос, что же все-таки войдет в финальную Safari 10 для Macos Sierra, для El Capitano и для iOS. На этой неделе они рассказали, что они собираются внедрить поддержку веб-драйвер в Safari 10, и она уже доступна, ее можно потестировать в Technical Preview. Веб-драйвер – это такая штука, которая позволяет автоматизировать действия с браузером. То есть это такой сервер с API, который говорит с вашим браузером, и браузер выполняет нужные действия и возвращает результат, но чтобы можно было автоматизировать его поведение, чтобы не нужно было протыкивать все кнопочки. Чаще всего это делается с населениями, но есть разные другие технологии, и нативный веб-драйвер, там API и так далее. Но, в общем, мы рады приветствовать Safari в эту прекрасную семью автоматического тестирования. Раньше там был Safari-драйвер какой-то кривенький, неофициальный, а вот теперь все по-настоящему, и Apple будет заниматься поддержкой. Еще они выпустили очередной релиз Safari Technical Preview 12, и там я из интересного нашел только Fetch, да, селектор-хост для Shadow DOM. Леш, а ты чего-то интересного нашел или, как обычно, исправление, улучшение? Не, ну в этом релизе они явно больше поработали. Видно много новых фич, даже из ES 2017 для объекта добавили values и entries, и другие всякие разные штуки, но видно, что они уже готовят его к релизу и просто включают какие-то API, которые были за флагами, по-моему, очень то же самое Fetch, он же давно был, просто выключен был. И ты прав был, когда вначале говорил, что самое интересное из 7 сентября – это что же, что же из этого всего попадет в конечный релиз. Мне бы хотелось, чтобы все, но, тем не менее, даже то, что уже есть, уже круто, потому что они, например, исправили баг, который я вот очень ждал у нас на Академии, используются круговые CSS-ные диаграммы, которые заполняются с помощью отрицательного animation delay. И он в Safari не работал. Это единственный браузер, из-за которого CSS-диаграммы не работали везде. И вот в этой новой версии, в 10-й, они будут работать, поэтому я очень жду. Аня, у тебя интересные опыты с Safari связаны? Ты ждешь чего-то особенного? Не знаю, для тебя Safari – это новый Е или Firefox новый Е? Как у тебя вообще отношения с Safari? Честно говоря, да, для меня Safari – новый Е, так получилось. Но я искренне верю, что это временная ситуация, и Safari обязательно исправится. И я жду, что он станет отличным браузером в линейке остальных. Хотя, конечно, будет немножко грустно наблюдать, как Firefox станет новым Е. Но кому-то нужно нести эту майку оцайдера. Вот интересно, что почти все сходятся на том, что когда Safari перестанет быть новым Е, то новым Е станет Firefox. То есть не какой-то другой браузер, а конкретно Firefox. И это и правда немножко грустно. Ну и помимо Safari на этой неделе вышел Chrome 53, зарелизился. Мы про него немножко уже говорили о том, когда выходили там Кенри или Бета-версии. Что самое важное там появилось? Во-первых, ребята Shadow DOM запилили версию 1. То есть уже исправленная спецификация, принятая всеми. И это такой большой шаг для вот веб-компонентов и всего остального. И две такие спецификации. Это первое – это Payment Request. Для того, чтобы можно было оплачивать карточками прямо в вебе с вашего телефона. Примерно похоже что-то делал Apple, но делал не в рамках стандартов, а в рамках там своих собственных разработок. Но тем не менее у нас будет две экосистемы, которые позволяют нам с мобильного оплачивать карточками в вебе. При этом, наверное, не сильно беспокоясь за безопасность. И добавили Bluetooth, поддержку Bluetooth. Вот тут я совсем ничего не знаю. Я надеюсь, что как раз в докладе Вадима на ближайшей конференции мы узнаем больше. Но из таких мелочей, которые тоже в Chrome 53 появились, это они запилили работу видео примерно такую же, как мы недавно обсуждали в Safari. Они сделали возможность, что если видео автоплеится по умолчанию и замьючено, то есть оно без звука, то это видео будет спокойно проигрываться и будет проигрываться тогда, когда мы дойдем на него, когда оно появится на экране. То есть если оно где-то внизу вашей страницы, оно не будет играть сразу же, а когда мы с Chrome дойдем до него, оно заиграет. Вот такие новинки, я не знаю, как вам, ребята, вообще, по-моему, такие мощные, их немного, но они такие мощные. Ну это финальный релиз, они не пишут обо всех мелочах, которые все на свете. Этот обзор Питера Липажа, на основе которого мы, собственно, все это и рассказываем, он такой более доступный, чем ченджлоги Safari Technical Preview. Вот если говорить про Payments Request API, они довольно-таки похожи на то, что делает Apple Pay. Похожи настолько, что, ну, во-первых, Apple заинтересована в том, чтобы привести свой Apple Pay ближе к спецификациям, и они как бы участвуют во всех этих рассылках, всех этих рабочих группах, поэтому я очень надеюсь, что все-таки они придут к этому. И что интересно, этот черновик Payment Request API, он все еще в работе, несмотря на его внедряют в текущем виде, но Google рекомендует вместе с его использованием подключать еще такой шимчик, такой маленький JS файлик прямо с их серверов, которые немножко правят API, и как только API обновятся в спецификации, этот шимчик сделают совместимым с вашей реализацией. И Apple тоже предлагает вам подключать какой-то JavaScript файл, который реализует, собственно, тот самый Apple Pay в виде какого-то API в вашем браузере. То есть в этом смысле система немного похожа. Я надеюсь, все-таки они придут к единому. Я рад, что ребята из Google именно вот взяли стандартную версию, которая описана в спецификациях, и не стали тормозить, как со многими другими, API запустили сразу. А насчет веб-блютуса, тут такая история, что он все еще сырой, все еще за флагами, и прямо сейчас, если вы в браузере у себя на сайте решите использовать какой-нибудь блютус, он не заработает. И на localhost вы пробуете что-нибудь использовать, он не заработает. Вам для этого нужно включить флаги в настройках браузера, и тогда веб-блютус заработает. Тогда вы сможете искать устройство, которое сейчас находится в активном состоянии. Вы тогда сможете фильтровать их внутренние сервисы и так далее. Я действительно расскажу об этом подробнее в своем докладе. Я собираюсь его рассказать и в Питере, и в Минске, и где-нибудь еще, куда мы поедем с ВСД в этом году. Там Киев, Москва. Вот. А сейчас вот в этом релизе они разрешили такую забавную вещь. Если вы попросите включить у себя на сайте веб-блютус в браузере, где он выключен, они вам могут разрешить. То есть там есть специальная форма, на которой можно запросить токен и разместить его на вашем сайте. И тогда, если к вам придут пользователи в Хроме, то у них флаг этот автоматически включится, если ваш токен совпадет со списком. То есть, по сути, сейчас можно уже начать использовать блютус. Главное, зарегистрировать, ну, как, не знаете, как Google Maps. Вы можете запросить ключ и начать использовать. И до января 2017 года они эту программу собираются проводить по разрешению каких-то сайтов, включения на них блютуса. А в январе эта программа должна закончиться, и блютус должен стать доступен для всех. То есть, это близко довольно. И я бы вам рекомендовал попробовать уже сейчас, по крайней мере, на Локалхасте. Ну, в общем, я для того и делаю доклад, для того, чтобы у вас у всех был легкий старт, и вы могли попробовать физический веб немножко на ощупь. А я правильно понимаю, что у них блютус за флагом, и если ты получаешь специальный токен, размещаешь его на своем сайте, ты можешь в Хроме пользователя включить этот флаг и дальше работать с блютус-устройствами? Все верно, да. То есть, можно сейчас сделать какой-нибудь, не знаю, умный выключатель каких-нибудь кондиционеров для ваших пользователей и запросить токен, и он заработает. Потому что сейчас каждый производитель железки, какой бы там ни было, что бы она там ни делала, там блютусные всякие устройства, лампочки, дроны, там всякие подставочки подогревающие, там вот что угодно на блютус 4.0, они все выпускают приложения. Они выпускают приложения для андроида, они выпускают приложения для iOS или для чего-нибудь еще. И все эти приложения отвратительного качества. Я немножечко уже возился с этим, готовил доклад, и просто чудовищно все. А сейчас вот с этими origin trials, как они его называют, можно разрешить какой-то сайт и сделать веб-приложение, которое в хроме будет работать со всеми вашими устройствами, вполне нормально. Я почему спросил? Я не совсем про устройства, это окей, там, правда, приложение ужасное и все такое. Но мне просто сам подход показался странным, более того, стремным, потому что, ну, это же штука за флагом, а ты, получается, пользователем насильно включаешь ее, и как-то вот тут что-то стремноватое, это уже больше походит на те же самые префиксы, которые ты мог по своему собственному желанию врубать у пользователей на сайте. Флаги же не для этого были придуманы. Ну, то есть, почему вдруг такая необходимость появилась в этом? Ведь, ну, ладно, вещь за флагом, тестируйте, она ведь для этого нужна. Тестируйте на специальной группе, которая рассказывает тебе, что нужно включить эту штуку. Но она ведь для этого нужна была. Ну, тут смотри, Google сам выключил, потому что посчитал опасным включение Bluetooth в нынешнем состоянии. А когда они поняли, что это не опасно, они включат его в январе. Но до сих пор было бы классно провести бета-тестирование на большей аудитории просто. То есть, это такое, ну, как Apple пару лет назад, они начали раздавать бета-версии операционных систем. Ну, опять же, я просто Bluetooth API воспринимаю, как и все остальные API, но новинки веба. И ты просто как-то пытаешься их отделить, то есть Bluetooth API от всех остальных. Почему давайте тогда давать возможность гриды также включать насильного пользователя или еще что-то? Ну, в чем поинт? То же самое же работает. Давайте сделаем, чтобы тот же самый фон-дисплей можно было включить насильно пользователям. Если я хочу протестировать на большую аудиторию, я готов тестировать на своем сайте на всю аудиторию? Окей, дайте мне такую ручку. Я буду рад это сделать. Ну, то есть, я немножко не понимаю, почему эта штука так сильно выделяется от всех остальных. У нас же есть Payment, Request, Shadow DOM, все остальное, куча вещей лежит за флагами и ждет себя. И их не включают не потому, что кажется, что они небезопасны или так далее. Их не включают, потому что, ну, должен быть пройти какой-то этап тестирования, маленького тестирования. Есть ведь еще другая возможность. Давайте в Canary его включать по умолчанию, а в Bete выключать. Ну, опять же, это маленькое количество браузеров, все нормально. Ну, мы заползаем сейчас на очень сложную территорию, мол, а почему браузеры вообще не включают все по умолчанию? А раньше ведь так было, все включали по умолчанию. И у нас в итоге все пришло к тому, что разработчики начали писать на префиксах. А в какой-то момент разработчики начнут писать, думая, что все свойства и все API доступны. А так на самом деле не будет. Ну, то есть, с Bluetooth отдельная история потому, что это доступ к физическим устройствам. А физические устройства могут быть разные, очень разные. И там гораздо больший простор для того, чтобы что-то пошло не так. И поэтому, собственно, их так долго и сложно тестируют, и поэтому их так медленно разрешают. На этом этапе Origin Trials, если что-то пойдет не так, можно прямо в Хроме со стороны Google отозвать токен. То есть, если кто-то неправильно что-то сделает или возникла какая-то угроза безопасности, а если включить все-все-все-все по умолчанию, то за этим будет сложно уследить. Мне просто кажется, что они обыгрывают эту историю с Origin Trials, так называемыми, чтобы просто применять их дальше. Возможно, в какой-то момент для каких-то серьезных API экспериментов будут другие Origin Trials. Но вот сейчас очередь Bluetooth API от Илюша потерпеть со своим фон-дисплеем. В 53-м Хроме, кроме Shadow Dome, уже, собственно, есть кастомные элементы, тоже версии 1. И на этой неделе довольно интересно о кастомных элементах писал Роб Дотсон. Роб Дотсон – это такой чувак из компании Google, который работает над полимером. Вы могли видеть его в выпуске Polycast, он вообще много популяризировал полимер. Ну и поскольку полимер – это такая его тема, то он рассказывает про кастом элементы, в общем-то, основу. Полимер – это такой фреймворк, я бы сказал, который весь из себя декларативный. То есть вы, когда строите даже какой-нибудь роутер для вашего веб-приложения, вы все равно используете теги с кастомными элементами. Довольно интересный подход. И, естественно, у них там вовсю используется кастом элемент, Shadow Dome и так далее, и тому подобное. Так вот, он затеял интересную серию статей. Я не знаю, сколько будет, уже есть две. Я очень надеюсь, что кто-нибудь возьмется их переводить, потому что они, по-моему, крутые. Они объясняют вообще, что это такое и почему его можно использовать совершенно отдельно. Как были серии статей, что React можно использовать и без веб-пака, и без ECMO-скрипта, и без последних, и без ES6, и без всяких сложностей. Также и вот Роб Додсон объясняет, что на самом деле кастомные элементы можно использовать уже сейчас с полифилом на 2,5 килобайта, чтобы он заработал в E11H. Или там, если немножко чуть-чуть больше, то он заработает в E10H. И он показывает, какие интересные паттерны по созданию компонентов можно использовать с кастомными элементами. И говорит, что вам не нужны импорты, вам не нужен Shadow Dome. Вы можете просто вот взять и использовать вот такой подход к модульности интересный. И многие вещи, очень многие вещи браузер будет делать за вас. Роб сравнивает подход кастомные элементы и вот этой модульности с существующими подходами и говорит, что в отличие от существующих подходов, вы не зависите от разработки фреймворка, вы себя не ставите в условия зависимости от чего-то там. Вы просто берете и используете браузерный API, который все браузеры согласились реализовывать, реализовывают, и есть спецификации, и все серьезно и надолго. То есть довольно симпатичный подход, в отличие от фреймворков, которые вам выкручивают руки частенько. И во второй части этой статьи он объяснил, какие там уже есть живые события и как там можно рендерить на сервере кастомные элементы. И в общем-то все довольно-таки интересно. Поэтому если вы опасались каких-то вещей, связанных с веб-компонентами, если вам фреймворки были милее, попробуйте дать шанс вот этим статьям Роба Дотсона. И в частности еще одной статьи Дэниела Бачнера про разрушаем мифы веб-компонентов. Он тоже проходит по некоторым вещам, которые наросли поверх веб-компонентов и пугают разработчиков, что, мол, это все не то, все неправильно, зависит от фреймворков или не дружит с каким-то фреймворками. На самом деле все довольно-таки универсально и хорошо. Я хотел у вас, ребята, спросить. Вы хоть с чем-нибудь из описанного, с кастомными элементами, с шедоудомом или с сушными импортами играли, пробовали? И что вы вообще об этом думаете? Вы видите их в своем коде в каком-то виде или нет? На самом деле вообще идея деления на компоненты, она очень хороша. И я думаю, что неважно, как разработчик это использует, либо он использует ряд компонентов, либо он использует веб-компоненты, важно понимать эту идеологию, что это очень хорошая практика разделения своего приложения на компоненты и работы с компонентами как с некими кирпичиками. И да, действительно, когда идет обсуждение нативных веб-компонент, все время всплывает React, но React показал возможность, как можно взаимодействовать с компонентами. Ведь если посмотреть на React-компоненты, на веб-компоненты, у них тоже есть некий жизненный цикл. Когда компонент там аутинца в дом, когда у него меняются свойства. И я думаю, что хорошая практика будет попробовать перейти именно на нативные компоненты, имея за плечами опыт React, и попробовать что-то сделать. Я, по крайней мере, хочу попробовать, мне это было бы интересно. Да, там он много интересного рассказывает о том, что там кастомные элементы не изолируют JavaScript, это модули, что они не изолируют стили, это Shadow DOM и так далее. То есть очень много мешанины есть, очень долго рассказывали про них и там, и сям, и вот из этого все случилось мешанина, и вот как раз Роб Дотсон прочищает всю эту историю, и можно по-новому взглянуть. И если отвечая на первый вопрос, я давным-давно игрался с этим. Я сначала игрался с X-Tag, хорошая библиотека была в свое время, с Polymer немножко игрался, но потом почему-то все начали говорить, что оно все умерло. Точнее, знаете, оно ведь не умерло, оно просто перестало развиваться в какой-то момент. В какой-то момент оно уперлось в стену того, что спецификации все эти никто не хочет реализовывать. И это было как-то печально, поэтому, не знаю, как большинство, но я забил на это именно в этот момент. Сейчас я вижу, что все идет, все двигается, и вроде как это хорошо выглядит. Ведь у нас есть для веб-компонентов четыре спецификации, это templates, которые уже везде работают. Вот это одна из тех вещей, которые достаточно быстро реализовали. Это Shadow DOM и Custom Elements, которые вот наконец-то пришли к единому мнению среди браузеров, как они должны выглядеть, и ребята их имплементят у себя. И последняя вещь — это HTML Imports, который вот пока самый такой, по-моему, проблемный участок, которые не могут прийти к какому-то единому виду, как они должны работать. Вообще HTML Imports — это такая важная, наверное, штука, такая же важная, как и модули в E6 в JS. То есть нужно определить, как мы подгружаем контент, кусочки контента динамически. Сложный вопрос, но когда его решат, наверное, будет уже совсем хорошо. А если говорить вообще про кастомные элементы, то я не знаю, почему их все время с React сравнивают или React все время кладут рядышком. Мне, я вот React вообще здесь рядом не ставлю. Кастомные элементы — это отлично нативная штука. Ну, вы представьте, вы можете там менять обычные атрибуты у тегов. Просто в HTML у вас есть кастомный там элемент ваш, вы меняете у него спокойно там атрибут любой, который или обычный атрибут, или ваш собственный атрибут. И вы получаете все бенефиты, вы можете CSS мэпиться на это, вы можете в JS получать изменения этих событий и как-то что-то с этим делать. Точно так же, когда вы вставляете этот кастомный элемент на свою страницу просто в верстке или через JS вставляете, он сразу же оживает, не нужно никаких проблем. И это все работает нативно. Но, конечно, это будет здорово, когда оно и правда заработает нативно во всех браузерах. Потому что сейчас все равно это библиотеки, это все равно нужно подключать библиотеки. Этим оно ничем не отличается от всех других библиотек, которые у нас сейчас есть на рынке. То есть просто это библиотека, которая когда-то станет нативной. Просто одно дело библиотека, которая говорит тебе, делай так, а через два дня умирает. А другое дело полифил, который просто помогает тебе использовать технологии, которые пока черновые, но развиваются и уже реализованы независимо в нескольких браузерах. То есть это все-таки разница между библиотеками и полифилом большая. Ну вот представь себе там типичный какой-нибудь лендинг или еще какую-нибудь типичную страничку, которую Оля постоянно разрабатывает. У них там есть всегда, наверняка есть слайдер. Вот слайдер – это идеальная ситуация, которую можно легко запихнуть в кастомный элемент и спокойно перетаскивать из проекта в проект. И не нужно никаких отдельных библиотек. И она у тебя будет настраиваемая. То есть ты можешь менять ей стилизацию ее. И при этом она будет хорошо работать и на мобильных, и не на мобильных. То есть и это все нативно. Это, по-моему, вот круто. А я думаю, что создание веб-компонент – это отличный процесс эволюции. Ведь раньше мы все, разработчики все писали div, idhinder, div, idfuter. И у нас появились специальные теги. Я думаю, что и компоненты тоже будут разрабатываться независимо разными разработчиками. Но в итоге все это вылится в то, что у нас будут слайдеры или какие-то еще компоненты, которые используются много где. И, возможно, когда-нибудь они тоже станут частью каких-то встроенных компонентов в браузер. Ну, возможно, да. Кто-то напишет нормальный слайдер, который, не знаю, с двумя ручками, которые все никак в браузере запилить не могут, а даже настолько, что из спеки выпилили его. Может быть, кто-то напишет этот слайдер в виде веб-компонента, а браузеры возьмут и внедрят его у себя, потому что все уже готово, осталось только немножко C-кода написать. Действительно, это может стать хорошим путем развития. Мы сейчас говорили про компоненты, смотря в будущее. Как сегодняшние разработчики на реакте видят компоненты, как будущие веб-компоненты будут работать. А у нас есть такая лошадка рабочая, компоненты по старинке так называемые. Это, в общем-то, бэм, и когда мы практически в полуручном режиме организуем модульность в виде договоренности по именованию, ну, немножко CSS-модульно в этом помогают. Ну, вот если говорить совсем про компоненты по старинке, то Джон Геблонский на этой неделе на CSS-трикс написал довольно-таки интересный и очень аккуратный пример, который я прям всем могу рекомендовать для тех, кто хочет понять, что такое современный компонентный подход. Сейчас, когда мы просто открываем CSS и начинаем писать класс-айкон, класс-хеддер, класс-линк и так далее, и начинают возникают конфликты, и мы начинаем придумывать всякую вот эту вот ерунду, это все прям древние штуки. А Джон очень хорошо описывает подход, который по-разному называется, но, в общем-то, он описывает его в терминах бэма. Он описывает, как создать компонент, в котором HTML, CSS будут расширяемыми, эти компоненты мешают друг другу, они будут хорошо вставать в родителя, их будет удобно изменять, расширять. То есть, ну, такой хороший подход, которым должен владеть современный верстальщик, чтобы тот, кто работает с его кодом, или он, спустя пару месяцев, найдя свой старый код, чтобы они могли не переписать эти компоненты заново, потому что они очень криво написаны, а просто взять его, расширить, реиспользовать, видоизменить, ну, как мы это называем. То есть, очень рекомендую, опять же, ко мне периодически приходят люди, спрашивают, ну, что ж такого интересного перевести на русский язык, хочется попрактиковаться. И опять же, могу рекомендовать эту статью Джона Яблонски, знаете, такой бэм с человеческим лицом. Чуть-чуть меньше всяких сложностей, чуть больше такого базового подхода. Да, действительно, очень хорошая статья, и там очень просто описано то, с чем может начать работать любая команда. Помимо разработки на React, мне еще доводится поддерживать в рамках фронтенда старый проект, хотя, конечно, у нас сейчас через год все устаревает. Так вот, там ребята изначально использовали этот подход, и это очень здорово, потому что я, придя в проект, сразу же разобралась и смогла дальше разрабатывать, используя те же принципы именования блоков, используя аналогичные модификаторы. И, в общем-то, с таким проектом приятно работать, и я думаю, он сможет работать еще очень долго, и новые люди тоже будут легко понимать, что и как там работает, и как, что можно изменить. Леша, а вы на ваших интенсивах продвинутых о чем-то подобном уже рассказываете, или там не настолько продвинуто? Смотри, там про методологию, конечно, рассказывается, зачем это нужно рассказывается, что нужно делать, стилизовать элементы таким образом, чтобы эта стилизация могла быть на любом элементе. Ну, и вот такие вещи, конечно же, это рассказывается на продвинутом интенсиве, но я бы не сказал, что они там делают прям уж сильно компонентный подход с каким-нибудь формированием UI-кита, на который можно зайти и посмотреть и так далее. Они просто стараются делать красивую, аккуратную структуру с понятными принципами. Ну, окей, вы все равно молодцы, учите правильным вещам, по-моему. Пол Льюис и Александр Сурма ведут такое шоу на YouTube, я его раньше называл ситкомом, теперь даже не знаю, это скорее какой-то видеокаст. О, лайфкодинг, это у них точно лайфкодинг, сессии периодически происходят. Называется все это Supercharged, и в последнее время они меньше говорят и больше пишут кода, причем в реальном времени, заранее рекламируют, что, мол, сейчас мы будем лайфкодить, и начинается лайфстрим. Потом из этого делают короткие выпуски, и довольно интересно можно почитать. Так вот, в одном из таких выпусков Пол Льюис сделал карточку, которая при клике переворачивается, там, используя 3D, и там какая-то тень. В общем-то, они это все лайфкодили, а потом Пол написал еще отдельную статью, в которой чуть проще, наверное, разобраться, чем в скринкасте. И одной из сложностей было сделать нормальную тень. У нас ведь есть бокс-шеду, но им нормально управлять нельзя, к сожалению. То есть он привязан к границе объекта, его особо там не посмещаешь, не попереворачиваешь. Тень эту реализовать было сложновато. И вот Пол Льюис рассказывает, какие шаги он прошел в поисках идеальной тени. И в итоге он пишет, что пришел к СВГ. А поскольку карточка может быть любых размеров, но мы же все пишем такие гибкие, пуленепробиваемые модули, или в которые можно вставить любое содержимое, они будут выглядеть адекватно. Так вот, он не хотел, естественно, фиксировать размеры этой тени, хотел сделать резиновую штуку. И вот в рамках решения этой проблемы он пришел к интересному способу. Так называемый слайсинг на 9 частей. Я не нашел адекватного перевода на русский язык. Ну, грубо говоря, создание кусочка графики, который уголки этой графики остаются на месте, а промежутки между этими уголками растягиваются. И он рассказывает об этом, рассказывает, мол, есть такой софтверный принцип, который довольно-таки частенько используется. И он говорит, что я думал-думал, и вдруг понял, что на самом деле у нас ведь уже есть border image, который действует подобным же образом. И действительно, малопопулярный border image, главным образом из-за совместимости, по-моему, его не было даже в E9, и он появился только в E10, что-то такое. Малопопулярный border image работает именно таким образом. Там можно взять картинку, зафиксировать ее угловые части и растягивать промежуточные. Пол Льюис взял SVG, нарисовал блочок с нужной тенью и взял и растянул ее по размерам блока. И получилось ровно так, как хотелось. И он там еще, конечно, оптимизировал, как это все рисуется. Если у вас вот раз вставала задача реализовать что-то подобное, или вы просто хотите понять, как такую красоту можно сделать, обязательно посмотрите скринкаст, хотя бы укороченную версию. Ну и самый простой способ, конечно, пробежаться по статье. Когда я читала эту статью, то я почему-то вспомнила старые времена, когда мы все верстали таблицами, у нас не было border radius, и мы вот именно таким образом пытались сделать какой-то блок с закругленными уголками. То есть тоже, получается, делили рамку на 9 частей, углы фиксировали, а остальные части тянули. В общем-то, вот она, эта практика слайсинга на 9 частей. Я помню, у меня была демка с Border Image, которую я там одним из первых Opera начала поддерживать, давным-давным-давно, еще Opera на Presta. Я помню, что я поиграл с Border Image на растре, и все было классно, и потом думаю, ой, а ведь можно туда засунуть SVG. Засунул SVG, и не работало. И долгое время я думал, что Border Image и SVG вообще несовместимы, ну, по какой-то магической причине. И в какой-то момент все-таки починили. То есть сейчас для Border Image можно использовать SVG, и подумайте, Border Image довольно-таки забытое свойство, может быть, оно решит какие-то ваши задачи. Джереми Вагнер на CSS Tricks опубликовал статью в фон-дисплей для всех. Он попытался там и правда рассказать, зачем он нужен, но он, в принципе, повторил то, что вначале, то, что мы рассказывали уже несколько выпусков о том, что проблема с веб-шрифтами есть, есть она большая, невидимый текст, прыгание текста, шрифта и так далее, и что все это плохо. Напомню, лучший способ, который у нас есть, это с помощью фонфейс-обсервера библиотеки, это когда мы показываем по умолчанию текст обычным дефолтным шрифтом, и где-то синхронно подгружаем шрифт, который будем использовать, и когда он загружен, добавляем класс там на какой-нибудь HTML или лилибоди-элемент, и просто подменяем шрифт на всем нашем сайте на кастомный. И в этот момент происходит небольшое мигание, но ничего страшного, зато как бы текст был виден сразу же. И потихонечку он переходит как раз-таки к объяснению, зачем нужен фон-дисплей, рассказывает о том, что он уже доступен в 49-м хроме, ну, его опере, разумеется, но под флагом, экспериментальным флагом. Было бы здорово, как с блютусом включать этот флаг насильно у пользователей, но, увы, только для блютуса. Напоминает он, что свойство фон-дисплей со значением swap, оно, это почти то идеальное решение, которое мы всегда хотим. Он работает следующим образом. Во-первых, его нужно указывать в блоке определения шрифта, то есть в блоке font-face. Мы там можем сказать, каким образом этот шрифт должен рендериться на странице. И фон-дисплей swap говорит о том, что мы по умолчанию рендерим, если этого шрифта нет в кэше, мы по умолчанию рендерим ближайшим флбэчным шрифтом, который есть в системе, а когда этот шрифт будет загружен, мы аккуратненько переключаем его на кастомный шрифт. Ну, в общем, то, что мы хотим. Я, знаете, почему повелся на эту статью? Он говорит, фон-дисплей для всех. Ну, то есть я это читал, как, ну, вот прямо сейчас я могу пойти и использовать это. Читаю, читаю и думаю уже, и правда, может быть, сделать какое-нибудь решение, которое уже в хроме и в Опере будет использовать фон-дисплей, а в Safari, в Firefox, в Edge, ну, окей, там будет мой там джаваскриптовая библиотека, которая будет это все подменять, ну, типа полифилить. Но он, правда, пытается это сделать, показать, как это можно сделать, что можно определять поддержку фон-дисплей в браузере. Если ее нет, то как бы использовать JS. Но на самом деле это не работает и это не будет работать, потому что, смотрите, чтобы у вас работал JS, вам нужно убрать кастомный шрифт за отдельный класс, который вы должны навесить на боди. А если у вас работает нативная поддержка фон-дисплей, то вам это не нужно делать. То есть вам, наоборот, нельзя этого делать, иначе, ну, оно же как бы не будет работать, иначе класса-то нету, никто не подменит. И в этом смысле, конечно, получается какая-то дурацкая ситуация, что на самом деле для фон-дисплея полифил не очень-то получается, и нам тупо надо ждать, когда его уже наконец-то поддержат везде. А до этого времени ну, страдать с библиотекой. Ну, не то чтобы страдать, но решение-то есть, оно понятное, но тем не менее ждать придется. Да, скорее бы уже. И вообще еще раз хочется напомнить всем, кто занимается разработкой мобильных версий сайтов и использует нестандартные шрифты, пожалуйста, учитывайте, что пока шрифты не загрузились, статьи недоступны. Ведь сколько уже об этом говорят, но все чаще натыкаешься на сайты, когда нужно ждать какое-то время, прежде чем ты наконец доберешься до текста, чтобы можно было его прочитать. Одна из самых популярных новостей на этой неделе в соцсетях была, был анонс видео, которое опубликовали конференция CSS Day. За день до CSS Day, которая прошла в Амстердайме, мне там посчастливее вас побывать, прошла конференция HTML Special, такой день, в котором все говорили про HTML, довольно было интересно. И Лея Веру там рассказывал секреты HTML, HTML Secrets доклад, его, собственно, его видео доступно. Но прежде чем мы углубимся дальше, надо все-таки, мне кажется, пришло время поставить точку в важном вопросе. Как все-таки ее зовут? У нас в выпуске, в котором мы говорили про книгу «Секреты CSS», прозвучало несколько версий. Отдельная версия, собственно, на обложке этой книги. В общем, смотрите, зовут госпожу Веру Леа, то есть L-E-A по-английски. И везде, где она представляется, это звучит что-то в среднее между Лиа и Лия. И тут недавно выяснилось, вот Аня мне как раз недавно на днях подсказала, что на самом деле Лия – это не принцесса Лея из «Звездных войнов» или что-нибудь такое, а это сокращенное от греческого имя Михаилия. И я пошел гуглить, я поискал немножко, а потом просто на удачу пошел в Google Translate, забил туда полное греческое имя Лия Веру, и он мне сказал словами «Михаилия Камвути Веру», то есть так Лию зовут по-гречески. И вот сокращенная версия ее имени Лия, Михаилия или Лия. Да давайте остановимся уже на каком-то, пускай на один секрет будет меньше. Ну, правда, важный человек во фронтенде, поэтому хочется уже договориться, как ее называть. Ну, ладно. Примерно пять лет назад она выступила впервые на Фронтирс, в 2011 году тоже мне там повезло быть с докладом «ЦС-секреты», на основе которого, собственно, там спустя четыре-пять лет вышла ее книжка. Довольно интересно сравнить эти два видео, что HTML секреты и ЦСС секреты с разницей в пять лет. Лия там разная, темы там разные. И вот в этом докладе 2011 года очень много таких, знаете, исторических артефактов из предыдущей эпохи, как будто бы. Но еще сама Лия на этой неделе запустила проект, называется MarkAppop. Это такой сборник веб-приложений, библиотек и вообще фреймворков, которые в своем API используют HTML. Не JS, а именно HTML такой декларативный способ описания и настройки приложений, библиотек. То есть, мы сейчас все чаще сталкиваемся с тем, что какой-нибудь слайдер или какой-нибудь карусель или еще что-то такое как работает. Мы расставляем классы, допустим, по документу, а где-нибудь в конце пишем скрипт и там начинаем заниматься инициализацией. То есть, там инициализируем библиотеку, пишем настройки внутри какого-нибудь в JSON-формате. Алия вот пропагандирует способ, в котором вы, используя HTML-ные атрибуты или просто HTML-ные элементы, которые нужны вашей библиотеке или вашему компоненту, вы используете их вместо того, чтобы писать JavaScript-код. И вот как пропаганду этого подхода декларативного ближе к HTML-ю она опубликовала этот каталог. Там есть разные штуки, там есть Bootstrap, там есть AMP, тот самый гугловский, некоторые другие библиотеки. Я посоветовал туда особенно Shover, который, движок для презентации, который я тоже стараюсь держать независимо от JavaScript-а, насколько возможно, чтобы можно было проще его настраивать. И, ну, в общем, почитайте. Это, с одной стороны, интересный каталог библиотек, с другой стороны, демонстрирует принцип, который, на мой взгляд, правильный и более доступный для тех, кто не знает JavaScript, но все равно хочет использовать ваши компоненты. И еще немного о докладе Ли про HTML. Если вы еще не смотрели, обязательно посмотрите. Вообще, наверное, мы все немножко начали уставать от JavaScript, и сейчас появляется все больше интересных идей, как можно делать какие-то эффекты без него вовсе. Например, в докладе Ли есть модальное окно на чистом HTML, CSS. Это очень перекликается со статьей, которую я недавно читала в блоге Haydenworks. Там статья посвящена тому, как же нам писать как можно меньше кода. И там еще упоминается соревнование 10K Part. Такой вызов разработчикам, сможете ли вы создать сайт, который будет весить всего лишь 10 килобайт, но, естественно, без JavaScript. И я думаю, что это интересный вызов, и тем более сейчас появляется много интересных тегов, которые позволяют делать те вещи, которые мы привыкли делать, используя тонны стилей JavaScript. Ну да, как мы говорили сегодня чуть раньше, скоро появится еще больше новых тегов, то есть кастомных элементов, которые позволят нам делать все то же самое, что мы делаем сейчас с тоннами JavaScript, но декларативно и понятно, то есть проще внедрять компоненты, а не разбираться в чужих API. Если говорить про конкурс 10K Apart, мы уже говорили про него немножко, и тут в пятницу, по-моему, Аарон Густавсон рассказал, как, собственно, он сделал сайт 10K Apart. Сайт конкурса соответствует правилам конкурса, то есть он тоже легкий, и там он рассказал подробно, как он сделал этот сайт, довольно-таки интересно, так что ссылочку дадим, почитайте. Заканчивает он статью интересным таким пассажем. Кстати, сайт прекрасно выглядит и работает в браузере Links, это такой текстовый консольный браузер, так что, да, можно позавидовать, и все еще есть время, чтобы поучаствовать в этом конкурсе 10K Apart, поэтому, может быть, какой-то текущий проект получится облегчить достаточно, чтобы он вошел в эту систему или что-то сделать новое, но, мне кажется, достойный вызов. Терна Корон решил рассказать статье о тех трюках, которые он нашел в NPM. Знаете, мне кажется, такие статьи можно писать, честно говоря, каждый месяц или даже каждую неделю, потому что NPM это такая огромная штука, в которой очень много скрыто, и почти никто не знает, что же там скрыто. Я вот, правда, каждую неделю на работе, наверное, встречаются ребята, которые говорят, о, ничего себе, в NPM это можно было делать, о, нифига себе, есть такой флаг, типа у флага сейф или у флага сейф-дев есть, оказывается, сокращенная запись. Ничего себе, а где это можно прочитать? Да никто толком не знает, потому что NPM это какая-то магическая коробка. И Терни рассказывает об 11 вещах, которые он нашел в NPM. Ну, там такие простые вещи о том, как можно перейти, например, на веб-сайт пакета или на трекер пакета с помощью там команды NPM Home и NPM Repo. Или вот команда, которой я часто пользуюсь, это NPM Outdated, которая показывает просто насколько ваши пакеты устарели, насколько ваш пакет JSON говорит, какая версия у вас должна быть максимальной, и насколько вообще есть более свежая версия, которая, например, по вашим правилам в пакет JSON не подходит. Есть какие-то такие совсем странные штуки, но есть очень важная вещь, это NPM Shrink Warp. Я не знаю, ну, мне кажется, каждый, может быть, кто писал NPM пакет, должен был с ним встречаться. Это штука, которая помогает зафиксировать зависимости зависимости. Но это очень важная вещь, потому что после того, как структура стала плоской в NPM, получалось так, что разные пакеты требуют разных версий, и они могут, один пакет может случайно ее обновить, и, в общем, там огромный геморрой с этим связанный, и иногда лучше прям зафиксировать все, полностью все, что у вас есть, все, что у вас может появиться в пакете, чтобы, не дай бог, ничего не произошло. И он, знаете, в конце рассказывает о том, что есть такая вещь, такая команда, которая, ну, логически, конечно, должна быть, это NPM и NIT, которая, собственно, стартует весь ваш пакет JSON и так далее. Но я вот, честно говоря, я про нее знаю, но я почему-то никогда ей не пользуюсь. Я люблю, не знаю, опять же, почему, но копировать пакет JSON из одного проекта в другой. Мне так почему-то удобнее, больше нравится. А вам, ребята, вы как пакет JSON у себя собираете, или какие у вас есть любимые команды в NPM? Или, может быть, открытие, которое вы недавно узнали про NPM? Ну, если говорить, например, о том, что упоминалось в статье, да, мы тоже используем NPM Sharing Wrap, и он не раз спасал нам жизнь, особенно если усесть, что пакеты, новые версии пакетов имеют обыкновение ломаться, то это, конечно, обязательная вообще штука для долго живущих проектов. NPM Odeb я тоже использую очень часто, особенно сейчас, когда я занимаюсь open source и пытаюсь поддерживать актуальную версию пакетов для своих компонент, и у меня все время такое ожидание, я набираю NPM Odeb и думаю, там будет пусто или все-таки что-то будет, и если там пусто, то это праздник. Ну и, конечно, мне пришлось заниматься open source хорошенько поработать с NPM, тоже открыла для себя всякие интересные штуки. Например, NPM version patch, это просто коммит, который поднимает автоматически версию, а я раньше это делала руками. Но, что касается NPM и NIT, я тоже, в общем-то, предпочитаю изначально создавать, либо копировать откуда-то, либо создавать с нуля, хотя, в принципе, тоже штука полезная, я думаю, что если уж совсем-совсем с нуля начинать, то почему бы и не воспользоваться. Мне больше всего этой статьи понравился как раз NPM и NIT, потому что я частенько стартую всякие маленькие микропроектики, в которых хочется что-то попробовать, но сложновато копипастить. Я все еще не придумал быстрого способа открывать какие-то старые проекты. Ну, то есть, я, конечно, завел проекты внутри атома, но как-то все это медленно происходит. То ли атом медленный, то ли я что-то неправильно делаю. Но, в общем, периодически хочется быстренько сделать новый пакет JSON, и я вот хочу сделать себе, наверное, шаблон на основе этого скрипта, который делает вот эти базовые вещи, которые я использую, ну, вообще в каждом проекте. И, наверное, он мне пригодится. А так, многие вещи, которые там описаны в этой статье, я о них не знал, но я для них использовал сторонние утилиты. Допустим, для публикации в NPM вот и для всех этих моментов я использовал пакет, который называется NPM Publish. Я просто пишу в консоль NPM и пишу, допустим, NPM пробел патч, и он поднимает текущую версию до патча, он начинает, он запускает тесты, он пишет, он прописывает теги, он начинает пушить все в Git и потом в итоге публикует в NPM. То есть, это такой скрипт, который прям классно с чекбоксами, с прогресс-барами, со всем этим показывает процесс публикации. Это, конечно, чуть больше, чем есть там в самом NPM. И для того, чтобы зависимости обновлять, я использую NPM CheckUpdates. У него есть псевдоним NCU, и я пишу, допустим, NCU флаг Global, для того, чтобы проверить зависимость, которую я использую в системе, и просто NCU в папке текущего проекта, и он говорит, какие версии устаревшие, показывает смайлик, если все версии up-to-date. Ну, то есть, сторонние утилиты, да, но было бы, конечно, классно, чтобы я с самого начала узнал, что это все встроено, и, может быть, я бы не ставил лишних пакетов или не пытался искать это. Вот, не знаю, с одной стороны, консоль и вот эта вот простота НПМа как системы для организации пакетов хороша, с другой стороны, она плоха тем, что ты многого не знаешь и в документацию не полезешь, а если полезешь, то заблудишься. Так что, да, пожалуй, стоит такие статьи публиковать раз в месяц, чтобы, даже если там все то же самое, просто чтобы новые пришедшие люди или те, кто не успел прочитать эту статью, узнавали, что на самом деле в НПМе много интересного. Знаешь, есть ощущение, что это все не сразу было в НПМе, что оно просто тоже потихонечку появляется, но так как никто особо не следит за развитием НПМа, видимо, то и никто не подозревает, что что-то появилось. Еще забавная вещь, связанная с этим, с этой статьей, что у нее довольно-таки оригинальное название. 11 simple НПМ-трикс that will knock your wombat socks off. Скажу честно, я облажался с переводом этого заголовка, когда писал новости. Я сидел в поезде, который вез меня из колеи в Маратею. Это такой один итальянский южный городок и в другой итальянский южный городок мы ехали отдыхать. И я, в общем-то, был уже готов отдыхать, продолжить отдыхать. И поэтому немножко неправильно перевел. Я перевел это как 11 простых трюков с НПМ, которые сорвут носки с вашего вомбата. Мне почему-то показалось это абсолютно нормальным. Я представил себе вомбата в носках и трюки настолько классные, что у него слетают носки. Наверное, мое воображение разыгралось. Но на самом деле заголовок звучит как 11 простых трюков с НПМ, которые сорвут ваши носки с вомбатами. То есть, у вас носки, а на них маленькие картинки с вомбатами. И я поискал, и действительно на Амазоне можно купить носки с вомбатами. И это все делает несколько понятнее, что, мол, ваши носки слетят, а не вашего вомбата. Но все равно заголовок забавный. Поэтому я прошу прощения у всех, у кого смутил картинкой в носках, и они у него слетают. Но я не сильно переврал. Там все действительно очень странно за заголовком. Ладно, я уже не знаю, что после этого говорить. Я тоже. С вами был 32-й выпуск подкаста «Веб Стандарты». Его постоянные ведущие Алексей Симоненко из «Штемель Академии». Вадим Макеев из «Опера». И сегодня в гостях у нас была Аня Селезневой из «Дыхмышся». Услышимся на следующей неделе. Счастливо. Пока. Пока.